наш эфир продолжает программа голос здравого смысла леон айнштейн здравствуйте ли он сейчас смотрю опять эти незабываемые факты вернее видео когда джо байдену задают вопрос там по видео трансляции а он глядя в телепромптор читает ответ на этот вопрос ну и там проблемка вида техническая возникла немножко или перекрутили не докрутили это просто к слову пришлось на самом деле об этом средства массовой информации на кроме может быть факс news никто не упоминает не говорит и все молча как будто этого нет зато средства массовой информации истерят по поводу якобы по поводу выхода книги боба вудвардов который привык который приводит вашингтон пост привел цитаты и все и теперь даже 11 сентября и сегодня с утра включил телевизор на факс показывает трансляцию мероприятий посвященной этой траурной годовщине а cnn никак не может отключиться темы вот вудварду трамп сказал что он знал что это опасно он нарочно обманывал американский народ то есть он убил он не просто убил он умышленно убил тысяч или тысячи американцев вот по поводу этой истерии давайте по не будем сильным и я скажу что это тот день который очень много наверное изменила нашей современной жизни жизни современного мира я помню как в шесть или семь утра звонил телефон мы еще спали я взял трубку младшая дочка госпитале работает она гастронтеролога поехала на дежурство из дежурства я уж не знаю вид папа что-то там такое случилось кто-то атакует америку это она по радио что-то слышит я говорю да какую атакуют америку чем-то когда включи немедленно телевизор я не понимаю что происходит но я так линиво таскать включил телевизор и увидел как второй самолет кружит и ударяет поблизнецам а то есть действительно кто-то атакует америку не в том смысле в котором я понял это в первый момент но а потом было страшное разрушение а потом погибшие там около трех тысяч человек а потом люди которые погибали от того что пыль от того что все это воздухе висела и люди которые первые так называемые я первый респондент как здесь говорят то есть те которые помчались помогать пожарники полицейские медсестры там врачи и тому подобное а это это думаю что уделась нам в память как а может и больше даже чем пирл харбор и и вот это во многом определяет потом таскать америка стала определять американскую политику относительно других стран ну хорошо значит мир мир а праху погибших памяти особенно тем кто кто пошел спасать и лескуя своей жизнью ну а еще перед тем как начать отвечать этот вопрос хочу сказать еще еще одну вещь что что меня как бы порадовала что сегодня на место крушения самолета где 30 по моему человек пассажиров решили что они будут сопротивляться и как ни странно ужасно странно это звучит да они проголосовали они единогласно проголосовали за то чтобы атаковать и и понятно было что большинство из них лишится жизни из-за того что у них нет оружия там и прочее а но они пытались не допустить того чтобы самолет как они уже поняли что будет происходить самолет спеть попал в какие-то цели они не знали какие на на земле на территории сервера америке убил людей то потом и они вскочили пошли как мы понимаем уже теперь знаем часть из них погибло прямо там остальные погибли при крушении самолета слова этим героя вот значит а байден и пенс и трамп они все туда поехали и все объявили что в этот деле они не будут касаться никаких политических тем листов катаскать разговор таскать не зайдет каким-то образом в одну или другую сторону специально ли этого делать не будут из уважения к этой памяти у тебя значит к книге удварда очень известный журналист который получил свою полицерскую премию в один из двух тех двух людей которые искать в общем раскопали историю с никсоном которых о которых дастин хоффман выиграл если не ошибаюсь в фильме торгул рэдфорд раскапывали его дип тротом и того подобное всю эту историю и сколько как мы уже знаем не смотря на все трудности проблемы и угрозы и тому подобное не раскопали то есть человек который ну как бы вызывает всяческое уважение хотя бы его ранними делами ну почти уверен что такой же левый как и все остальные но тем не менее трамп зная что он левый зная что книжка выйдет перед самым перед самыми выборами согласился на то чтобы отвечать на его вопросы и но сказал что специально с ним сидеть не будет когда начнула у трампа будет время 15 2 часа полчаса так сказать летит куда-то он будет выбирать вот борта этот будет задавать вопросы таким образом записывать на аудио ты два или три раза был в белом доме я оставляю время все происходило к трамп летел к самолете и говорил у меня там между заседаниями из 20 минут какие-то у тебя следующие вопросы и тот задавал вопросы трамп отвечал один из разделов которые интересовал бутварда это в реакция на ковид реакция так сказать по началу почему трамп принял решение закрывать страну от от китая очень быстро принял решение 28 января и в общем как бы должен и серьезность ситуации 31 он он пошел на то чтобы самое главное что он добился в америке а именно занятость населения то чтобы практически разрушить свое самое большое растяжение то есть он закрыл страну от китая потом через по моему 15 февраля если не ошибаюсь могу ошибаться туда-сюда в один день он закрыл страну с европой тоже передел сообщения и таким образом ну судя по всему значит спас достаточно большое количество жизни в то же самое время значит байдер кричал во всех углах что мало того что ненавидит мусульман еще отказалась ненавидит китайцев значит он совершенно не нужно ничего закрывать это делает специально что там отомстить китаю значит там за что-то обойдут как мы знаем китаю должен китай послал полтора миллиарда долларов его сыну значит на счет совершенно непонятно зачем и как то есть зачем понятно чтобы тот тот вложил немедленно обратно эти полтора миллиарда долларов китайцев послала кобра они его перевели а он их обратно но теперь с этих вложенных куда-то денег он получал проценты там по несколько миллионов каждый год за это просто так не делается правильно делается в расчете на то чтобы потом кто-то как-то каким-то образом получил обратно это дивиденды вот значит байден и отстаивал эти дивиденды значит нэнси пелоси 31 января трамп перекрыл отношения с китаем 4 февраля то есть через пять дней после этого дэнси начала организовывать совместный праздник между населением значит белого сан-франциско и населением чайна-таун китайского города сан-франциско куда значит вела людей это то что кушать вкусную китайскую еду танцевать вместе с китайцами кушать их леденцы там целоваться с детьми и тому подобное чем призывала это делать как протест против значит ужасных кошмарных действий трампа вот значит теперь они все так и естественно кричат что трамп поздно это сделал что он знал но таскать не делал и в качестве доказательства сейчас они говорят вот он сказал вудварду что он не хотел пугать население потому что боялся вызвать панику а этим он значит вот населению не рассказал и поэтому вы не принимали там каких-то мер и поэтому умерла то ли значит часть из 190 тысяч которые сейчас умерли то вообще все кто умер в америке связанность к видам неважно даже если была протасовка или так сказать отправил туда губернатор скажем сказать коми губернатор нью-йорка людей пожилых туда где значит они заразились и важно не имеет значения виновата и все время от раз за разом байден уже несколько дней повторяет эти слова что был значит ага он скрывал от нас он сам признался значит вудварду на cbs во время интервью по поводу выхода его книги естественно спросили вопрос как же так вы услышали от него что он скрывает они не пошли значит в прессе кричать а ждали когда выйдет ваша книга потому что вы что хотите хотели больше заработать вы могли бы может быть заработать вечно спасли бы тысячи жизни людей до что вудвард сказал болт вудвард сказал что вообще-то трамп много раз говорил это не только мне но просто в целух например там так такого-то сентября он сказал интервью такого-то я сказал это все не имеет значения вот значит он признался трамп признался что он скрывал а травм все время беру я не хочу вызывать панику населения я не хочу таскать его делать тот тот этот я не хочу чтобы народ начал . как как начали скупать почему-то по непонятной причине начали скупать туалетную бумагу стали вообще выметать все из магазинов мчаться из городов устроили бы жуткой таскать кошмар если бы начать говорить с ними в таких алармистских тонах то есть уже сейчас будет происходить вот такое всегда успокаивать нельзя врать и и говорить что это не страшно хотя это страшно но пускать нам народ подавать таким образом чтобы не начиналась всемирная там всеамериканская паника но это неважно не имеет никакого значения и поэтому в течение вот 48 часов основная тема средств массовой информации америки это как трамп собрал американцам кстати не очень они должны даже пытаются объяснить почему это сделал но я вот три четыре раза слышал это объяснение и до сих пор меня не могу повторить потому что я не понимаю его смысла никак не могу понять зачем трамп вот это сделал тоже перезаразить больше людей что ли убить экономику наверное и я не знаю для чего вот 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 это делал но значит по утверждению левой прессы он такие вот кошмарным образом привел к тому что у нас заболели там десятки и умерли десятки тысяч человек которые не должны были умереть а он признался в этом сказал богу выдворду в интервью что он не хотел вызывать в америке вот приблизительно вся история которая не стоит ну вы единого яйца к этому хочу добавить что значит все те люди которые любят трампа или любят то что делает ну вообще на это не обратят внимание все эти люди которые ненавидят трампа это укрепит их еще прибавить еще уверенности в том что значит он действительно вот такая вот кошмарная то сказать там кошмарный чек которую уга угробил 190 может быть 200 уже тысяч человек ради того чтобы раньше его не понятно совершенно они что-то придумывают а те люди которые никак не так смотрят на это и думают ну вроде правильно что панику не стал вызывать глупости то есть как говорят значит иголочка на этом самом на барабе 3 не двинется не вверх не вниз не за не против то же самое количество людей будет голосовать за то же самое против поэтому это что пустая это пустая история и сами себя накручивают сами себя испытывает от этого оргазм и наслаждается жизнь класс 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 классно сказано лучше чем я долго говорил несмотря на то что скажем доктор фаучи который по моему я подозреваю не испытывает особой любви к президенту трампу и не разделяет его политических взглядов но мне так кажется во всяком случае при этом он неоднократно заявлял о том что ответ трампа на вот то что происходило на эту пандемию был настолько импрессив настолько что что доктору фаучи трудно себе представить что кто-нибудь мог бы сделать что-нибудь больше чем сделал трамп совершенно точно а вот как раз по этому конкретному поводу я просто забыл сказать когда фаучи тоже спрашивали на и бисиде сильно сейчас не помню все это у него спрашивали значит вот а как вы относитесь к тому что травм не говорил народу того прочего это как во-первых говорил повторю говорит он абсолютно доносил сто процентов ту информацию которую мы его советники специалисты и прочее за кулисами его давали он задавал вопросы уточнял слушал вас все а потом выходил и выдавал так сказать суммировал то о чем мы говорили поэтому никакой разницы это что не хотел вызывать панику это естественно его желание нормально но вот он никак никого не обманывал я должен сказать что абсолютно консистент как он сказал то есть последователь в том что он говорил за кулисами в то что он говорил на сцене то что вы говорили это что на сцене одну еще есть про про фаучи я не думаю что играют любовь не любовь к трампу там другие какие-то истории я очень серьезно подозреваю что фаучи завязан на какую-то либо вакцину либо на терапевтические компанию которая таскать будет терапевтику делать а лечение для к вида у него есть какие-то завязки с китаем о которых он боится и прочее и он очень боится того что стран может начать это копать ну на самом деле действительно если бы мы с вами развили теорию заговора то могли бы проследить некие точки которые можно соединить там скажем во времена обамы с подачи доктора фаучи три с лишним миллиона долларов наших денег было отправлено в эту самую лабораторию в ухань и потом вдруг оттуда причем паучи заявлял накануне что нас ждет пандемию накануне так сказать вступление в должность или трамп только вступил в должность что нас ждет страшная эпидемия и так далее и так далее и как-то вот все это складывается в одно вот если бы с вами были сторонниками теории заговора мы могли бы развивать такую мысль да к этому еще можно добавить что в 2015 году конгресс запретил на территории США мы не можем запретить в Уганде а запретил в территории США вести испытания связанные с вот с такими вот вирусами которые могут вырваться и поэтому 20 сотрудников института которым то ли руководил то ли я не очень понимаю но институционеры которые занимались вот этими проблемами они поехали на год в качестве командировки в Ухань оплаченной американским правительством плюс в Ухань было пришло на три с половиной миллиона долларов на то чтобы они вот эти люди продолжали исследование передавали их китайцам одновременно с этим доктор Ваучи договорился с французами и французы значит построили за 30 миллионов долларов большой комплекс в то есть отдельный отдел в Ухань при институте который занимался конкретно вот этими запрещенными в США исследования расследования исследования не знаю через год значит большинство сотрудников насколько мы знаем вернулось может кто-то остался так сказать это уже наше дело и как бы так сказать вот то что производилось в этой в Ухань теперь стало принадлежать трем странам а именно Китаю Франции и Соединенным Штатам Америки я не знаю насколько Соединенным Штатам Америки это это государству принадлежало но я почти уверен что вот эта часть которая там принадлежала потому что Конгресс запретил поэтому государство время какое-то отношение владения этого имеет к господину фаути так что я думаю что у него есть очень прямой очень прямая заинтересованность в том что было много много проблем с вас с ковидом а потом вот ну хотя бы так сказать какую-то часть от тех вакцин которые будут выпускаться он будет производиться принимать в этом участие давайте попробуем принять звонок добрый здравствуйте у меня такой вопрос к боям собственно говоря не кажется ли вам что вот это вот словосочетание теории заговора и политкорректность это идеологический инструмент эквивалентной цензуре для того чтобы оболванить народ потому что вот все то что вот сейчас сказал сергей я тоже это читала и также понимаю но это почему-то старается все называть теории заговора а на самом деле это логично и как бы факты свидетельствует спасибо большое ну смотрите теория заговора действительно люди пользуются этим для того чтобы ну скажем отвести внимание но есть есть часть населения нашего с вами и вообще на земном шаре который в принципе все время ищут какие-то вот источники чтобы они были кто кто-то придумал кто-то там какие-то ново новоявленные масоны потом сюда приезжали люди которые утверждали что буду не американцев никогда не было потому что если бы флаг там двигался так а там в общем нету света нету солнца лету движения воздуха я не знаю что то еще 18 причин почему американцы не были на луне там и тому подобное были американцы поэтому есть такой алекс джонс самый знаменитый теория заговорщик в америке а у которого есть веб-сайт и там все начиная от того что то сказать среди нас действуют и работают и на благодетяне до того что там путин это уже не путина 16 категория какая-то того подобное любые 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 теории таскать вот до вакцина делается специально для того чтобы засунуть у нас некая значит какой-то препарат одна теория говорит что это для того чтобы потом за нами следить что-то такое у нас там будет и нами командовать повозок по радио таскать каким-то передачам другая говорит что это для того чтобы уменьшить таскать нашу детородную таскать способность и тому подобное то есть господа ко всему можно относиться как теория закупора просто ну когда знаете есть такое есть такое понятие называется значит отца бритва окама значит то есть понятие в математике физике очень привитое когда есть несколько объяснений и из которых одно самое простое почти всегда вот это самое простое объяснение исправили а здесь за невероятными случаями то есть можно сначала предположить что вот давайте разберемся самым простым самым легким ты вот когда ты проверяешь с помощью теории окамы бритвы окама лезвия окамы значит теории заговоров обычно они не выставили первого же натиска хотя конечно таскать являться например уверен там что что там навально это продукт кремля таскать но я уверен на основании там 6 или 7 каких-то признаков которые я не продукта проекта 60 признаков которые я выявил но это теория заговора вполне возможно что то сказать просто она совпало и все так что да с одной стороны теория заговоров невозможно так жить по что на все так сказать все все придумали все там устроили все ротшильды захватили там евреи я не знаю там все одесские мудрецы руководят миром а мы не замечаем вот но почему-то евреи больше всего на свете убивают сжигают там и того подобного но тем не менее они руководят миром вот обычно теория заговора не выдерживает логика и проверку но опять конечно бывают такие тоже давайте попробуем принять чиновник добрый день у меня такой вопрос пару дней назад на украине опубликовали еще дополнительные там все подробные записи но по делу байдена но почему тихо все в америке чем занимаются комитеты сената там по разведке вот я знаю по эриспреденции по здравому смыслу будет какое-то движение по этому делу или нет спасибо вся информация которую публикует пока что публиковала украина не имеет никаких доказательств это все как здесь говорят одного оба сказал каждый раз когда они выступают там дергач или кто-то еще такое ощущение что вот-вот-вот смотрите да начинаешь в этом разбираться ничего ничего там нету серьезные документы которые опять нельзя обвинять человека когда у тебя мы просто знаем факты за что-то сведу байдона платили довольно большие деньги 2 и 33 20 миллионов долларов в течение там года или полутора это большие за что-то его платили большие за что мы не понимаем а может только догадываться вот пока никаких свидетельств которые могли бы быть представлены в суде таких нету ездил туда джулиане сидел там разговаривал с шокином с тем с пятым десятом со всеми сняли замечательные несколько видео пустили их по америка one network но но там и они все убеждающие очень но там нет ничего что можно принести в суд и суд бы сказал пока что лету чтобы сказал что да действительно вы правы это нет неопровержимое доказательство одну другая сторона объясняйте такое получится сидит зеленский который несколько раз обещал это сделать по крайней мере объявить что они ведут расследование этого не сделал сделал это очевидно по целому ряду причин сейчас мы не пойдет теория заговора вот причина один он он играет на стороне демократов причина 2 он боится таскать трогать тех людей у которых все это есть причина номер 3 он вообще не по этому делу актер а не президент ну и расследование там в принципе проводилась в комитете в подкомитете который возглавляет сенатор из вискансина рон джонсон который попытался повесткой вызвать на слушание хантера байдена но к сожалению это дело заблокировал мид ромни вот такая ситуация в понедельник должна была прийти на суд и отвечать на вопросы хиллари клинтон а в пятницу значит апелляционный суд штата сейчас не могу вспомнить какой бог 9 апелляционный суд отменил решение судьи и сказал что не должна приходить поэтому сказать у нас уже давно понятно что у нас несколько разных не слепых фемид они очень внимательно следят кто и тех кто не важен простой вот искать вот вот я например да сережа того что-то из вас господа то их оказывают искать широкой таланью а когда это кто-то кто на каком-то вверху имеет то ли досье на кого-то то ли там племянниками связан то ли чем-то еще то ли партийными интересами они могут делать вообще все что угодно и ничего им происходить не будет давайте еще один занок прим прежде чем уйдем на перерыв добрый день добрый день я вот просмотрела ваш или он на интервью на ютюбе про то как навальный агент москвы и очень похоже ваше рассуждение также как рассуждает лукашенко поэтому у меня к вам пару вопросов навальный себя отравил сам или его немцы отравили а также кто отравил литвиненко и скрипалей англичане или все-таки россия и то что посадили брата навального за три с половиной года это достаточная награда за службу кремлю или нет окей на смысл вопроса поняли давайте мы ответ долгий поэтому так давайте уйдем на перерыв я обещаю что я на все четыре вопроса которые были заданы отвечу с удовольствием возвращаемся в программу леона майнштейна голос здравого смысла и так ли он перед тем как мы ушли на перерыв вам были заданы там целая масса вопросов я могу вкратце его повторить чтобы было понятно да хочу вы буду говорить во первых значит позвонивший человек я его не услышал может он не со мной развался он сказал что лукашенко тоже говорит то же самое что говорю я а дальше он сказал что значит не думали я что немцы отравили значит этого самого алексея дальше думаю ли я что отравили литвиненко дальше он спросил думали я что отравили скрипалей и последняя тема он дольше говорил я пытаюсь выбирать темы важные да бы посадили брата и не кажется ли мне что это достаточное наказание для или он как-то по другому сказал но таскать мол в подтверждение того что выдачет алексею власть тоже делала плохо но давайте попробуем таскать по всем этим вопросам пройтись сначала сразу же отбросим таскать лукашенко а значит я сразу хочу сказать что звонивший человек сказал слова немцы это же слово говорил и иосиф сериан сталин то есть на основании того что тоже слова произнес сталин и звонивший нам человек я бы не стал а утверждать что сталин и звонивший нам мужчина а чем-то похожи друг на друга а значит если лукашенко что-то сказал такое же похожие на то что сказал я или это что я сказал похожие на тоже сказал лукашенко пока еще не доказывает что у лукашенко запер suspect и в той самой науки в которой есть у меня и не доказывает что я был директором колхоза как он как был поздно если то бред Значит, если человек сказал, да, здравствуйте И второй человек вошел и сказал тоже, да, здравствуйте Не означает, что один из них виноват Теперь, значит, давайте мы пройдемся по всем остальным вопросам Потому что они достаточно однотипные Ну, давайте сделаем небольшую артподготовку Вот, Сережа, вот как ты считаешь, если человек вопрос, так сказать Что вы думаете по грузинскому вопросу Отвечает, а они грызуны, что им надо вообще То он как, он шевелист или как? Да, да, я знаю эту историю Шевелист, да? Если человек на вопрос, а чей, собственно, Крым И собираемся ли мы отдавать А это лакмусовая бумажка в России была Чей Крым? Отвечает, Крым не бутерброд Отдавать не будем, да? То есть он крынашник, верно? Что с моей точки зрения Значит, если ты народ задураченный, то ты дурак А если ты, ну да, задураченный Да, не дурак, задураченный А если ты на уровне, при котором ты можешь получать сведения Из других источников, ты подонок Значит, дальше Он считает Он шовинист Он считает, что Значит, вот Россия, российская нация и прочее Это За это его, кстати, Явлинский выгнал Он говорил несколько раз по этому поводу Кстати, и Явлинский произнес где-то месяц-полтора тому назад На радио «Свобода» слова «расист» Он сказал, что он шовинист и расист Навальный Вот как вы считаете, это хорошо быть шовинистом или расистом? Ну, в приличном обществе как бы считает, что это плохо Ну да, правильно, нельзя, да? Значит, теперь пошли к некоторым странностям Я сейчас пока никак не характеризую Навального То есть мы уже выяснили, что он шовинист Что он как минимум расист И с моей точки зрения, это подонок Подоноческое поведение, да? Значит, дальше То есть я, он для меня, он не рукопожатый уже Все, до свидания Ну, пошли дальше А человек получает один за другим три условных срока Если я помню законы Российской Федерации А я последний раз заглядывал вот в эту часть закона Вот где-то 4-5-3 месяца назад Сейчас не помню, да? Там написано, что если ты совершил однотипное преступление То, значит, условный срок, который дан тебе на тот случай Что если ты, мол, пока, так сказать, вот мы тебя разрешаем Мы же думаем, что ты не последовательный там Но если сделаешь еще один раз, то мы тебе конвертируем Так там написано, конвертируем условный срок настоящий У тебя было три года условного срока Ты получаешь что-то за новое дело И плюс тебе добавляют в обязательном порядке Три за новое У него три условных И ни один из них ни разу не конвертирован Я не знаю, он совершал преступление или нет Но с точки зрения российского закона Или российских судей Он был в чем-то виноват Но они почему-то не конвертированы Следующее Значит, одно из наказаний Условного срока Является то, что ты не имеешь права Выезжать за границу Обязан сдать паспорт И тут мы выясняем такую вот интересную вещь Значит, у Алексея на тот момент Когда я сейчас буду говорить Уже три условных срока То есть он должен был три паспорта Если у него есть сдать Его дочка летит в Стэнфордский университет В Америку учиться Кстати, по ее заявлению Как малоимущая То есть бесплатно Опять, за что купил, да то продал Это она заявила, а не я Значит, ее неимущий папа Покупает билеты Два То есть дочка могла полететь сама Но нет Они с женой решили ее сопровождать Они покупают два билета Летят в Стэнфорд А у него три условных срока на нем висят То есть и паспорт надо давно было сдать И на границе должны были его остановить Ну, вот так случилось, что они остановили А дальше, значит, Алексей Договаривается вся оппозиция Что, наконец, мы должны выступить вместе Мы должны пойти Там поснимают на Измайловском большое пространство В поле Устанавливают сцену Разрешенную Вызывают полицию Платят там и туда-сюда И все договариваются Что все своих сторонников Приводят вот туда В такое-то время В ночь перед тем Как должно состояться Вот это вот большой митинг По всем возможным каналам Идет призыв от Навального Не ходить туда А и Да, он пишет даже не ходить Мы переносим это собрание На И он говорит На улицу Горького В такое-то место Где никакого разрешения нет Естественно, запрещено Где стоит полиция В больших количествах и ждет То есть все те люди Которые слушали Навального Все они Пошли туда Там где-то не санкционировано То есть, во-первых Сорвалось большое Общее Митинг Большое против правительства Измайлова Во-вторых Людей, которых Навальный Туда отправил Своих сотрудников И соратников Он подставил Под дубинки Под ломание ног А вы видели Как ноги ломают Руки Черепа Аресты Штрафы Огромные И прочее Дополнительная Вишенка К этому Что в то время Когда должно было Начинаться Вот это Протестное Митинг Собрание Один из людей Наконяющихся В аэропорту Вдруг Видит Навального С женой Которые Отправляются К Самолету На котором По-моему Написано Турция Если не ошибаюсь Турецкая авиалиния Он берет видеокамеру И снимает Навального И тут же помещает Это на интернет Одновременно с этим Идут кадры Избиений И ломания рук Нок И голов Людей Которых Навальный Отправил На улицу Горького Значит Через 8 часов Появляется фотография Навального На взморе Я не помню То ли в Турции То ли на Кипре То ли в Греции Сейчас просто не могу вспомнить Но он лежит Довольный Сзади него море Недалеко Ляжка жены Видна Может не жена Но похоже На ляжку И значит Такая довольная Рожа Очень Все хорошо А в это время Ночь уже В России И все те Их продолжают Избивать В полиции От кого-то Довели Достояние Выбили зубы Кому-то Доги сломали Кого-то Что-то еще Кого-то уже отпустили В общем Все хорошо Вот Значит Ну как бы Уже Вырисовывается Картина Не совсем Хорошего человека Правильно? И не совсем Хорошего человека У которого Какие-то В общем Странные Возможности Есть При которых Других людей Не выпускают Других людей Конвертируют Условные В настоящее Других людей Не дают Никуда полететь А он спокойно В любой момент Садится на самолет Использует Паспорт Который Должно быть Давно убрать И улетает Куда ему хочется В Америку Дочку провожать На взморе С женой отдохнуть Там что-то еще Когда его начали выяснять Почему же Собственно он улетел Он сказал Что он знал Что его арестуют И смысла никакого Никуда идти нету Ну вот Ну еще Подончество Да Вот Последний фокус Который мне Больше всего Дальше не больше всего Просто Ну просто поразил Уже самое сердце Это Когда его спросили Почему ты не в Хабаровске Где так сказать Вот самое то и происходит Он сказал Что у него На нем висит Условный срок И его не пустят В самолет Не прошло И сколько Месяца И вдруг мы узнаем Что он из Томска Летит в Москву На самолете То есть он туда Я думаю Тоже не пешком шел Значит То есть почему-то В Хабаровск Он поехать не мог А почему-то Он мог поехать в Томск И потом лететь из Томска Обратно сюда Вот все это Приводит к меня К мысли О том Что не все Так хорошо И чисто С Алексеем Анатольевичем Навальным Теперь Литвиненко Да конечно Отравили Литвиненко Мы знаем Что его отравили Скрипалей Безумно странная история Отравили Но как-то Не там Где говорили В двух словах У нас есть Да Есть пару минут Значит История следующая Я уже ее рассказывал Но с удовольствием Не у вас здесь Не на этом радио С удовольствием Повторю Значит Папа Скрипаль Выходит из дома Берется за ручку Закрывает дверь Закрывает дверь На ключ А на ручке А к нам говорят Побрызган Вот этот самый Вот Новичок О котором я разговаривал С человеком Который у вас Один из человек Создавал Мил Мирзоев И еще Звонил Пытался дозвониться Не звонился Но читал Всяких других людей Которые его изготавливали Значит Мне было сообщено Что смерть наступает В течение Десяти минут После того Как новичок Попадает на кожу Либо на слизистую Либо вдыхаешь Ты его И прочее Причем Поступает Наступает она Дыхание Муки Боли Слюноотделения И в диких муках И болях Человек в течение Десяти минут Убирает Значит Скрипаль Потрогал эту ручку Уселся за машину За руль Повел ее Вел 15 минут Дочка сидит рядом Они о чем-то разговаривают Да Они приезжают в ресторан Оставляют машину То есть 15 минут Они уже были Значит Уже он не умер Заходят в ресторан 90 минут Находятся в ресторане Теперь значит 15 плюс 90 Это 105 Расплачиваются Выходят из ресторана Идут Крытый такой проход Между рестораном И соседним домом Идущий в сторону Парковки Еще 5 минут Значит Мы уже Значит 90 плюс 15 Плюс 5 Получается 110 минут Они Не доходят До машины Буквально Десяти метров И оба Одновременно Без сознания Падают на скамейку Скрипаль брался За ручку двери Дочка Не бралась 90 Значит 100 с лишним Это практически 2 часа Они болтались После этого Он значит На коже у него Новичок У нее нет Ну может Он ее там Хватал Там Так сказать За щечки Там Говорил Ну типусечка Ты моя Там я не знаю Да И тоже ее заразил Или там Они обменивались Там водой Там тарелками Вилками И тому подобное Но он получил А она нет Прямой контакта Они одновременно Падают Дальше приходит Их обнаруживают Полицейские Которые пытаются Так сказать Им постучать По щекам Подуть в них Ничего не получается Да Он вызывает Скорую помощь И сам ложится В больницу Буквально через полчаса Ему становится плохо То есть Ему через полчаса Становится плохо А им Два часа Не стало плохо И они одновременно Упали на скамейку Вот у меня все это Вызывает некие странные ощущения От того Что нам дурят головы Теперь англичане Ровно на следующий день После того К немцы сказали Что Отравлен Алексей Анатольевич Отравлен Значит Этим самым Новичком Они послали что-то в Англию И англичане Под этим Вот городишкой Где Сотсбери Где все это происходило Там такой большой институт Собственно Какое-то отношение Скрипали Мелклеву К этому институту Большой институт Биохимический Где тоже изучаются Яды И там изучали Новичок И вот они Что-то такое Прислали немцы В Англию И англичане Подтвердили Что да Это тот самый Новичок Которым Отравили скрипаля Потом вдруг Стало понятно Что не сходится Значит А с Б И было поменено Мнение В том числе И вдруг Прямо противоположные Вещи тем Которые мне Рассказывал Мирзоев Он начал говорить Что оказывается Существует Несколько разных Новичков То он говорил Что есть один А если он Находится В форме соли Тогда его Совершенно безопасно Таскать с собой Не перемрет Там весь Кинотеатр Если в кинотеатре Весь самолет И тому подобное Почему-то Этого Новичка Не было Никогда В рассказах Мирзоева Когда мы Разговаривали О скрипалях И вдруг Он возник И все начали Говорить Да 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 Это другая форма Другая форма Они вдруг Сообразили Что если бы Значит Они продолжали Говорить Что это Тот самый Значит Новичок Которым Откровили скрипалей То Как по утверждению Главного Токсиколога Омска Который собственно Смотрел Алексея Анатольевича И сказал Что он вообще Ничем не отравлен То по его утверждению Если бы его Травили новичком То весь самолет Был бы мертв Еще до того Комиссили Бы В Значит В Омске То есть Там вообще Все не ясно Господа А дальше Делайте Какие угодно Свои выводы Кому это выгодно Почему это выгодно Зачем нужно Алексею У которого Рейтинг упал До 30% От того Что он был Из-за которого Когда его якобы Отравили Два человека Во всей Москве Лидер оппозиции Два человека Во всей Москве Вышли С лозунгами Что отравили Нашего Алешу Два Один В одной стороне Другой в другой Несвязанный друг с другом Мужчина и женщина А все остальное Это уже Придумайте Что угодно Сами придумайте Спасибо Леон 847-400-5200 Телефон Нашей студии Если у вас По-прежнему Есть вопросы Пожалуйста Звоните И задавайте Ну а мы О чем-то мы еще Хотели с вами Мы Мы по-моему Хотели говорить О том Что Значит Все время Байден Пытается Обвинить Трампа Что тот Не любит Наших солдат Да-да-да-да И что Он Значит Не поехал На какое-то Кладбище И говорил Что солдаты Лузеры Особенно те Которые погибли Или попали в плен Вот Но это абсолютно Очень похоже На историю Когда в 2015 Году Люди У Значит Мадам У Клинтон Вдруг обнаружили Что народ Считает Что она предала Американские Интересы Русским И поняли Что отношения С Россией Это очень серьезная Проблема для нее И Ну всегда По принципу Суоровскому Самая лучшая Защита Это нападение Решили Что мы попробуем Очернить Трампа В связи с Россией Как минимум Мы сможем Говорить Что А вот Вы говорите А он тоже Мол Но как максимум Нам удастся Сделать что-то Чтобы перенести Стрелку часов И обвинить его И все забудут О Клинтонже Это у них Получилось гняльно Мы все знаем Что мы 4 года Жили в состоянии Непрежимного Кошмара Который они нам Устроили С Россией Вот сейчас Они пытаются Делать все то же самое Одна из самых Больших проблем Байдена и демократов Это погромы Которые устраивают Так сказать Черные В основном Наузькины и белые В основном и белые Это члены демократической партии А мэры демократической партии Не защищают граждан Не разрешают полиции Сопротивляться И тому подобное И народ начал От этого разверевать Значит Как это надо атаковать Надо попытаться сказать Что Против силовых ведомств Находится Трамп Но так сказать Что он против полиции Сложно Потому что он каждый день Говорит за полицию То придумали Привязаться к тому Что он когда-то Сказал про Маккейна Что он Не совсем герой Который попал В плен На самом деле Он не совсем Это имел ввиду Там про Маккейна Всякие очень неприятные истории Он совсем не тот герой За которого нам выдавали А наоборот Многие люди Которые с ним сидели Говорят что он их Предавал Продавал И т.д Так вот Ничего не хочу сказать Ничего не знаю Просто Трамп Имел ввиду вот это И потом объяснял Что он имел ввиду И вот прицепившись К этим словам Что значит Ты сидел Ты не герой Они решили расширить это И сказать Что он мол Ко всем военным Так относится И он такой Сукин сын И прочее Это проигрышный вариант С России Это был выигрышный вариант Потому что там Не было ничего У Трампа А тут у Трампа Огромный послужной список Увеличения армии Расправа С миссионами В Рунгере Все мне хотелось сказать С вагнеровцами Истории Все с Россией Когда поджимали Российские войска Бомбежка аэропорта Там Тамагавка И тому подобное И Трамп При этом все время Как он любит армию Как он помогает армии Как он считает Что надо усиливать Как он говорит Надо забирать Наших солдат из Сирии Из Афганистана Из Ирака Из Турции Потому что Нечего Нам нашими жизнями Жертвовать Для того Чтобы у кого-то Была хорошая жизнь И они могли бы Свои деньги Отвратить на социалку Вот Поэтому Это не сработает Но знаете Они уже сейчас Хватаются За любую соломинку Леон Огромное спасибо К сожалению Времени больше не осталось И мы даже не успеем Принять звонки То есть звонки Да мы принять можем Но не будет времени На ответ Посему Оставляйте ваши вопросы До следующего раза Встретимся ровно Через неделю И продолжим наш разговор Спасибо И всего доброго До свидания